Определенный отрезок времени тому назад мы уже изготавливали секретные инструменты, а именно USB флешку и средства связи. Сегодня изготовим еще одно не менее таинственное устройство. Для начала займемся корпусом. Материал дуб. Дуб обладает отменной прочностью, износостойкостью и эстетичностью, а следовательно отлично подходит для нашего случая. Саму заготовку обтачиваю до необходимого размера, а также с целью придания правильной прямоугольной формы. Чтобы обеспечить возможность обтачивания каждой из сторон, один из кулачков патрона я демонтировал. Такой себе двухкулачковый патрон получился в итоге. В то же время, дабы исключить вмятины от этих самых кулачков, под каждый из них я заблаговременно подложил пластины из сплава железа с кремли. Речь идет об электротехнической стали, если говорить более простым языком. Кстати, удаление одного из кулачков стало моей ошибкой. Заготовка не удержалась и с огромным рвением начало стремиться на свободу. Нужно обязательно обзавестись плакатом памяткой. Мастер, все ли ты сделал для безопасной работы? Ну, не знаю, или татуировку сделать, аналогичного содержания. Да нет, это будет чересчур. Плакатик лучше, плакатиком ограничимся. К сожалению, владельцем ленточной или небольшой циркулярной пилы я не являюсь. Этим, собственно, и обусловлена обработка на токарном станке. Да, качество обработки токарный станок дает достаточно высокое. Но вот скорость работы оставляет желать лучшего, нужно признать это. Верхние и нижние крышки будут выполнены из листового пластика. Пластик был добыт из корпуса от принтера и имеет глянцевую поверхность. Собственно, именно этим он мне и приглянулся. Приклеиваю этот самый пластик с помощью двухстороннего скотча и отрезаю лишнее. Затем снова обтачиваю. Между прочим, пластик достаточно мягкий, поэтому непредвиденного его растрескивания я не опасаюсь. Выполнив разметку, сверлю ряд отверстий. Два отверстия для втулок под крепежные винты и еще два для установки электронных компонентов. Втулки с резьбой М2 имеют достаточно плотную посадку. Одначе, для надежности я использую 505-й клей. Прочности такого клея вполне достаточно. И смысла в эпоксидной смоле я не вижу. На всякий пожарный случай, дабы с уверенностью смотреть в прекрасное далеко, то есть то самое прекрасное далеко, когда будет выполняться сборка, прохожусь метчиком. Поскольку отверстия для электроники должны иметь диаметр 14 мм, применяю корончатое сверло. Штука удобна во всех отношениях. Единственное, что мне не нравится, так это необходимость в периодической очистке от скопившейся стружки. Но ничего, для настоящего пионера это не является препятствием. Налицо результат качества исполнения тисков, идущих в комплекте со сверлиным станком. Ровного зажима они не обеспечивают, что сильно бьет по точности сверление. Хотя, я придерживаюсь мнения, что любой, даже самый некачественный инструмент, гораздо лучше, чем его полное отсутствие. Вооружившись напильником по дереву, выпиливаю все лишнее. Интересно, напильник имеет схожесть с так называемым шпателем для языка, которым пользуются лор-врачи. Правда, страшно мне представить, если бы они пользовались таким колючим, мягко сказать, инструментом. Страшно представить. Покончив с напильными, если можно так выразиться, делами, приступаю к фрезерованию паза для размещения ярлыка. Эту операцию произвожу на сверлильном станке, посредством закрепления на нем координатного столика. Вообще, у меня имеется небольшой фрезерный станок, который я когда-то делал. Но он временно неисправен, что-то с двигателем. Все никак не доходит руки починить. Разумеется, для более привлекательного внешнего вида покрываю дерево морилкой. Морилка под вишню. Шлифую и защищаю покрытие лаком, чтобы исключить загрязнение в ходе эксплуатации сего секретного инструмента. В то время, пока сохнет лак, займусь изготовлением ручки для галетного переключателя. Это самый миниатюрный галетный переключатель, который мне удалось найти и купить. Произведен он аж в 1982 году. И носит название MPN-1. Материал D16T. Протачиваю до диаметра 15 мм. Сверлю отверстие и нарезаю в нем резьбу М2. В одной из ручек пропиливаю 5 небольших канавок. Работу произвожу бурмашиной с установленной в ней стоматологической фрезой. Данная операция преследует своей целью подготовку посадочного места под звезду. Серпом и молотом, разумеется. Устройство военное, а советскую военную технику без звезды полноценной назвать нельзя. И я так считаю. Корпус высох и для большей привлекательности прохожусь по стенкам войлоком. Таким образом поверхность получится матово-глянцевой и будет гораздо более презентабельной. Согласно легенде, девайс секретный, соответственно подотчетный, соответственно выдается под роспись, соответственно должен иметь уникальный номер. Ярлык с этим самым уникальным номером крепится посредством двух заклепок. Именно так завещали советские традиции, сформированные хитрыми мастерами и инженерами. Также устанавливаю декоративную алюминиевую втулку, через которую будет вводиться в устройство провод. Зенкование отверстия под эту втулку я выполнил с небольшим смещением. Как по мне, так смотрится более оригинально. Монтаж электрических цепей особого интереса не представляет, поэтому детально я его не показываю. Основные компоненты представлены переходником с microSD на USB, установленной в этот переходник карты памяти, двух галетных переключателей и еще одного элемента. К сожалению, винтов М2 с не крестообразным шлицом мне не удалось приобрести, что несколько нарушает общую композицию. Нарушает эту самую композицию еще и китайский USB шнур. Но устройство делалось под заказ и шнур мне был предоставлен, что называется извне. Принцип действия достаточно прост. При подключении к компьютеру зажигается светодиод, который индицирует включенное состояние. Вместе с тем, светодиод вовсе не сигнализирует о взаимосвязи ПК с картой памяти. Для подключения необходимо установить ручки переключателей в требуемое положение, то есть ввести двузначный код. Отмечу, флешка имеет еще один второстепенный элемент защиты, но, к сожалению, я не могу вам поведать о нем. Это была просьба человека, которому я ее изготавливал. Тем не менее, я предлагаю вам подумать в этом направлении и написать свое мнение в комментариях. Я же обязуюсь ответить вам и аккурат промаячить тому, кто даст приближенный или еще лучше верный ответ. На этом я говорю вам до свидания, мир, сентябрь, труд, товарищи, пока!